Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши философские заметки, и сегодня мы поговорим о таком удивительном философе, о котором составили невероятно большое количество всяких баек, легенд, и имя ему Диоген Синопский. Диоген Синопский, да, у нас есть на самом деле еще Диоген Лаэртский, и вообще Диогенов было много. Ну вот Диоген Синопский, он, это Диоген, который жил в Бочке. Диоген Лаэртский, это тот Диоген, который является историком философии и записал большое количество, скажем так, исторических и биографических и философских сведений о тех или иных философах, которые вообще существовали. И вот сегодня мы поговорим о представителе Кинников, это как раз о Диогене Синопском, это вот который жил в Бочке, который испражнялся на улице и прочее, делал увлекательные и занимательные вещи. Но, скорее всего, мифов, которые о нем слагали, гораздо больше, чем он являл собой на самом деле. Что мы о нем знаем? Что на самом деле, вот если сейчас отстраниться от всяких различных идей, переживаний и шуток и так далее, то, скорее всего, он действительно был выходцем из Синопа. Где его отец был, скорее всего, действительно занимался какой-то финансовой деятельностью, вот не совсем понятно какой. И потом, по тем или иным причинам, Диоген перебирается в Афину, потом он занимается странствованием, но гражданство не получает. Годы его смерти также неизвестны, то есть, скорее всего, ставят 13 июня 323 года, то есть, одновременно со смертью Александра Македонского. Но это тоже очень странно, потому что это, скорее всего, было вызвано тем, что более поздние киньки как раз хотели представить такой контраст между великим императором Александром Македонским и нищим философом, который уже стал, под конец жизни он стал рабом и преподавал в богатом доме Диогеновым. Вот что из этого, да, то есть, это то, что, скорее всего, было правдой. Ну вот теперь давайте попробуем разобраться действительно по его каким-то годам, по байкам, которые о нем слагают и так далее. Одно из важных этапов его жизни то, что его изгоняют из родного полиса. С чем это было связано? С одной стороны, более поздние киньки, они пишут о том, что якобы Оракул сказал ему, перечканивай монету в свое время, да, и только потом Диоген сообразил, что перечканивай монету, это значит, занимайся переоценкой ценностей. А в своем родном полисе он именно занимался фальшивым, то есть, он изготавливал фальшивые деньги. А там есть еще предположение, что он изготавливал вместе со своим отцом, его отец, который занимался какой-то финансовой деятельностью, он также был причастен, и он приобщил своего сына. А легенда о том, что вот сказал Оракул, который говорил о том, что перечканивай монету, она возникает уже гораздо-гораздо позже. Но так или иначе, он лишается гражданства, и становится, у нас известно о том, что Диоген является самым главным космополитом, то есть, он не относит себя ни к одному из вот... он живет нигде, то есть, он является как раз без гражданства. Это человек, который постоянно странствует, это человек, который узнает что-то новое. В любом случае, даже если эти все легенды и выдумки о нем, они уже были гораздо более поздние, скажем так, то при этом, при всем, он, видимо, в любом случае был уникальным человеком, который занимался эпатажем, эпатировал просто вот как только можно, то есть, это первые такие проявления кичи. Как мы помним, о кинике, которые у нас были, да, названы в честь собак, то и он пропагандировал вот этот вот такой собачий образ жизни, бедный образ жизни. И вот конец, как тоже, да, мы сейчас поговорим про байки, которые его окружали, связанные именно с его учениями, с его учением, потому что якобы он на самом деле рассказывает даже, что он писал. Он писал по трагедии, он занимался литературой, он занимался политикой, но эти сочинения в той или иной мере, они до нас не доходят. Поэтому нас доходят только некоторые байки о том, что вот он еще и писал, но некоторые оценивают, что он был достаточно ленивый, и что все вот это вот у него идет от лени. Естественно, что он был очень бедный, и есть такая замечательная история, что он ходит действительно, в чем эта бедность, она, да, когда он приезжает из родного города в Афин, он прогоняет своего, то есть он освобождает своего раба. Там есть еще версия о том, что он прогоняет своего раба, есть еще версия о том, что раба не выдерживает характера диагена и уходит сам. То есть вот тоже здесь истории разнятся, и мы даже не можем выстроить, какой же человек был на самом деле диаген. То есть он был хорошим или он был плохим. Здесь, мне кажется, истина в середине. То есть он, вот что достоверно известно, что, скорее всего, он был при всем своем эпатаже, он занимался благом. То есть он очень сильно выступал против рабовладельческой системы. Он выступал против рабства, естественно, но при этом по стечению обстоятельств он был рабом до конца своей жизни в богатом достаточно доме. Но он был рабом не тот, который, да, там что-то подметает или еще что-то. Он был преподавателем, да, то есть раб такой, раб преподаватель. Несмотря на все эти наслоения, но мифы о нем достаточно тоже интересны. То есть, естественно, что есть история о том, что якобы диаген, который у себя ничего не имеет, но при этом с собой всегда носил кружку, он потом видел, как мальчик пьет двумя ладонями из ручья и понял, что ему и кружка не нужна. То есть вот с одной стороны у нас есть, что он действительно там может высказаться фактически и по легендам он говорит любимое слово Жириновского, подонки, то есть он говорит по отношению, по мифам, он это слово тоже очень так употребляет. Он очень любит всех критиковать. Он не смиряется ни с какими условиями, он не смиряется с обстоятельствами. Самая главная легенда, причем легенда, она уже пришла, что диаген, который жил в бочке, вот он на самом деле не совсем жил в бочке, а он жил в пифосе. То есть это некоторая такая, ну скажем так, это огромнейший сосуд, потому что бочку, как мы ее сейчас себе представляем, она тогда еще не существовала. Вот поэтому он даже в ней никак не мог существовать, это просто вот некоторое такое массовое уже представление, но по факту вот он действительно жил в большом сосуде, огромное какое-то время. И также очень известно, что зимой он очень любил обниматься со статуями, летом он зарывался в горячий песок, также он себя воспитывал отказом, он очень любил это дело, учил себя привыкать к отказам, когда стоял перед статуями и просил денег. Также очень известна его фраза, которая, естественно, уже вошла в такое массовое тоже поле, и Ницше его потом, этот образ он использовал, но в отношении уже самого себя. Диоген ходил днем с фонарем и искал честного человека, то есть он пытался вот найти человека днем с фонарем, он вот ходил и спрашивал, не видели здесь людей. Ну, это тоже, можно сказать, что это перформансы своего времени, такие эстетические именно художественные акты, которые он производил, но вот они остались и доходят до нас. А также очень интересная легенда о том, что якобы она тоже очень растиражирована, о том, что Александр Македонский в свое время приехал повидаться с Диогеном, а Диоген мало того, что он не вышел на эту встречу, так еще когда Александр Македонский подошел к нему, Диоген сказал, что тот загораживает ему солнце. Ну вот, на самом деле, насколько это правда, насколько нет, потому что не совсем понятно тоже дата жизни Диогена, вроде бы он соотносится с жизнью Александра Македонского, хотя некоторые утверждают, что он умер гораздо-гораздо раньше. То есть в этом тоже очень большая проблема, что, может быть, он жил и при Филиппе, и он даже просил похоронить его лицом вниз, в земле, для того, чтобы, когда пришел к власти Александр, земля смогла перевернуться, и он уже был бы тоже, лежал бы тогда нормально, потому что говорят, что земля скоро перевернется. И вот вопрос о том, где он вообще был, потому что Александр, естественно, например, не мог приехать в Афину по тем или иным обстоятельствам, и все так явно и красочно описывают миф о том, что Александр, такой вот уже весь император, приезжает к Диогену, но на самом деле он не мог вот таким вот победителем приехать к Диогену, потому что либо он уезжает в свои восточные походы и оттуда уже не возвращается, да, и тогда он не может, либо он перед походами, естественно, просто приезжает к Диогену. Но вот где-то вот в этом месте появляется такая несостыковка. Что еще он говорил о науках? Это тоже не менее важно, потому что для него он активно полемизировал с Платоном, что нам тоже известно. То есть, как есть легенда, когда Антисфен говорит о том, что вот я не вижу твоей лошадинности, да, лошадности Платон, то вот у якобы Диогена приписывают фразу о том, что я не вижу чашности. И вот это вот, да, идеи чаши. Также очень важно, что он пишет, пишет, либо говорит о том, что есть, он отвергает, во-первых, богатство, во-вторых, науку, и в-третьих, удовольствие. То есть, это аскетичный образ жизни. То есть, мне кажется, что Диогена вообще ни в коем случае не стоит рассматривать в категориях хорошо или плохо. Это был аскет своего времени. Это был человек, который пропагандировал именно ценности, то есть, он фактически рушил те ценности, которые были присущи для того времени. Вот это, наверное, самое главное. То есть, порушить сознание, порушить те ценности, да, ценности рабовладельческого общества. Это, наверное, было одной из главных задач Диогена. Естественно, что для Диогена, кроме каких-то моральных, нравственных качеств и воспитания этих качеств, очень были важны эстетические ценности. То есть, он, как и любой другой древний грек, он исповедовал принцип колокогатии. Но это колокогатия, да, колокогатия – это принцип духовного совершенства и телесной красоты. Поэтому Диоген тоже не презирал каких-то упражнений и говорил о том, что если легко выполнять эти упражнения, то, соответственно, будет легко и заниматься какой-то действительно добродетелью. А вот такие основные этапы жизни, которые предполагались. Свою жизнь он заканчивает следующим образом, как гласит легенда, уже в 90 лет. То есть, это очень неплохо для античности, хотя многим философам приписывают вот это вот долгожительство, скажем так, в возрасте 90 лет. И после смерти, то есть, там есть легенда, что якобы он был похоронен на Пафинах, якобы он был похоронен не в Афинах. Но легенда гласит то, что ему после смерти устанавливают памятник из поросского мрамора и на вершине этой колонны устанавливают как раз собаку. И если вы обратите внимание на любые изображения Диогена, которые присутствуют в мировой художественной культуре, то он всегда будет в окружении собак и вот этого, скажем так, кинизма, к которому он принадлежал. С вами была программа «Философские заметки». Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. До новых встреч!